Итак, передо мной 25 самых продаваемых ароматов в мире. Я сам носил некоторые из них в прошлом году. И цель сегодняшнего видео – это пересмотреть этот чарт, но не потому, как они продаются, а расставить их на основании их качества. Но как определить качество? Это не так-то просто. Что ж, я притворюсь парнем, который идет первый раз покупать себе духи. На что же он будет обращать внимание? Первым делом – цена. Когда вы разбираетесь в духах, то вы понимаете, что это не самый главный аспект. Но когда вы только входите в тему, то цена – это то, на что вы опираетесь. Даже если у вас есть деньги, вы все равно не хотите их потерять. Поэтому вы осторожно подходите к вопросу, и цена имеет значения. Второе – это универсальность. Уверен, что у профессионалов сейчас взрывается мозг. Серьезно, Антонио, это же не имеет значения. Но это важно для парня, который только начал, потому что он хочет один аромат на все случаи жизни. Может, два. Он не собирается быть таким, как я, у которого 300 флаконов с духами. И третий критерий – что думают другие? Уверен, те, кто сейчас в теме скажут – выбирай духи для себя, Антонио. Но те, кто только входит в тему духов, не покупают их для себя, потому что они не знают, чего хотят и что им нравится. Они пользуются духами, чтобы получать комплименты. Чтобы малышки в офисе их замечали. Чтобы жена сказала что-нибудь приятное. Что ж, это были три наших критерия, давайте же теперь начнем оценивать. И начнем с аромата, который не попал в этот топ-чарт, но он достоин напоминания. Крит Авентус. Часто эти духи номер один у многих парней, но он не попал в наш список. Почему? Цена. Вот на чем он зарубился. Да, он универсальный, его можно надевать и в офис. Он может стать вашим уникальным ароматом, и люди будут говорить вам комплименты. Он нравится людям, но цена – 300 долларов даже на скидках. Это слишком дорогие духи для человека, который только начинает свой путь в этом. Цена зарубила эти духи. Похожая история с Блю де Шанель и Ди Ти. Это отличные духи. Они универсальные, магнит для комплиментов. Но цена и наличие. Практически нереально найти их на распродаже. А если и есть, то скорее всего, либо использованные, либо подделка. Это очень крутые духи, мне они безумно нравятся, но они не попадают в список из-за цены. Тер и ДРМС снова не вошли в список по ценовой категории, потому что есть очень много альтернативных духов по цене дешевле, чем сотня долларов. И вам повезет найти их по такой цене. А это отличные духи. Они универсальные, и женщинам они нравятся. Вы будете получать комплименты, но цена кусается. Цена также зарубила и прекрасные духи от Диор Саваж. Их можно найти и на скидках, но скидка на них незначительная. Это шикарные духи. Они даже, можно сказать, универсальные. Но цена их просто уничтожила. Далее идут Муглейс Эймен. С ценой у них все в порядке, можно на скидках найти. Но для меня они не столь универсальны. Но это прекрасные духи с уникальным ароматом, которые заслуживают свое место среди лучших продаваемых духов. Эти духи особенные. Я бы сказал, поляризованные. Они гурманские, в них можно услышать ароматы еды. Это неплохо. Женщинам нравится, когда ты пахнешь как шоколад или печенье. Поверьте. Просто эти духи не войдут в первую пятерку ваших ароматов. Поэтому они не попали в наш список. Эти духи не имеют проблем с ценой, они наоборот супер дешевые. Особенно на скидках. Их проблема в том, что они слишком популярны. Ничто не передает лучшую атмосферу 80-х и 90-х, как Драккар. Эти духи настолько хорошо узнаваемы, что я не смог внести их в наш список ТОП-25. То же самое с этими двумя ароматами от TK. Obsession и Eternity. Они доступны. Они относительно универсальны, но они будут напоминать людям от 90-х. Итак, на 25-м месте Ив Сен-Лоран, Лё Ньюи Далём. На эти духи можно смотреть свысока, но это надежные духи. На мой взгляд, это красивые духи. Единственное, что меня смущает, это цена. Они не такие дорогие, как те, что я показывал вам. Также они не держатся очень долгое время. Но все-таки это прекрасный аромат. Эти духи надо услышать. Они не кричат о себе. Это надежные духи, если вы только начинаете, поэтому они и попали в список ТОП-25. На 24-м месте у нас Борбери Фо Мэн. Это древесные ароматики. Хорошие духи для мужчины. Я их поместил на 24-е место, потому что они доступные и универсальные. Это хороший выбор. Особенно если вам нравится, как проявляется аромат мета и сандала, то это отличные духи для вас. На 23-м месте у нас находится Армани Коут. Да, мне пришлось нанести им удары за их дорогой весны, но можно поискать на скидках. В разнице они стоят примерно сотню долларов. Мне нравится аромат этих духов. Он глубокий и богатый. Отлично подходит для осени, зимы и даже весны. Это замечательные духи, особенно для прохладной погоды. Уверенный участник под номером 23. На 22-м месте у нас Томми Хилфигерс Томми. И я думаю, что кто-то из вас скажет «Антонио, ты чего? Что за двойные стандарты?» Ты не включил ароматы от СиКей за то, что от них слишком сильно пахло 90-ми. Да, Томми были настоящим символом 90-х. Но это настоящий шедевр в исполнении Альберто Морилос. Это ясно и чисто аромат, который, на мой взгляд, не потерял своего лица. Эбер Кромби Энд Фич Фирс. Вот эти духи кричали со всех бутиков в 90-е. А эти нет. И поэтому я считаю, что их можно спокойно добавить в коллекцию. При этом они еще и супер дешевые, итог это универсальные дешевые духи и ваши друзья будут делать вам комплименты. Поэтому они на 22-м месте. Господа, если вы только начинаете увлекаться духами или если у вас есть коллекция, то думаю, вы согласитесь с тем, что существует очень много разновидностей ароматов. Десятки тысяч вариантов для выбора. Довольно-таки перенасыщенный рынок. А многие из нас просто бы хотели иметь основной аромат. Скажем, было бы прикольно иметь три флакона с духами, которые бы полностью тебя удовлетворяли. С которых я бы мог начать и далее уже пополнять коллекцию. И, наверное, было бы прикольно получать на почту серию писем, которые бы рассказывали и объясняли основы ароматов, из чего состоят ноты, чтобы можно было понимать, как формируется аромат. Парни, вам не надо об этом только мечтать. Потому что я делаю это прямо сейчас. Зацените. Это моя линейка ароматов Мишон. Мужество, честь, обязательство. Ребята, я выпускаю эти духи уже через несколько месяцев. Поэтому, если вам интересно узнать больше, то под видео есть ссылка на секретное видео, в котором я больше рассказываю о линейке духов Мишон. Говоря о дешевых, универсальных и не слишком резких духах, которые будут приносить вам комплименты, это CK-1. Есть и другие ароматы от CK, которые я упоминал. Что мне нравится в этом доме, это их доступность. И я бы легко мог сюда внести аромат B, но One это настоящий бестселлер, который входит в топ-5 по всему миру. И этому есть причина, потому что он такой простой и ясный аромат. Он не обладает сильным шлейфом, но если вы работаете в офисе, где нельзя пользоваться духами, а вы все же хотите хорошо пахнуть, то эти духи самое то. Для меня это отличный и универсальный аромат. Итак, на двадцатом месте у нас идет Жан-Поль Готья Ломал. Они в обиходе еще середины девяностых, они отлично подойдут для выхода или свидания. Некоторые говорят, что ультрамейл интереснее, но я бы сказал, что эти продаются лучше, поэтому они в списке. Но если вам нравятся эти духи, то можете заодно глянуть и ультрамейл. Я не поставил их выше в списке из-за цены, особенно если вы будете их покупать у ритейлеров. Хотя на скидках можно найти их значительно дешевле. Номер девятнадцать. Джимми Чуман. Наверное, многие удивятся, потому что у этого аромата не очень положительные отзывы. Многие говорят, что это плоский аромат ванили, хотя на мой взгляд это как раз та причина, по которой он попал в этот список. Они отлично подойдут для офиса, они довольно универсальны. Тем более, они относительно недорогие, если покупать их на распродаже. Если вам хочется, можно нанести чуть больше духов. А если вы не хотите слишком часто использовать духи, то можете найти духи Intense. Выбирайте их, они мне, кстати, больше нравятся. Но вот эти духи, они являются лучшими по продажам, поэтому мне кажется, что они хорошо уместились на девятнадцатом месте. Итак, на восемнадцатом месте у нас Пакарабана One Million. Пакарабана известен своими яркими флаконами. Это отличный маркетинг, потому что их легко запомнить. Это не те духи, которые я использую каждый раз, но я ими пользуюсь, и мне нравится, что эти духи настоящие любимчики у людей. Кстати, если вам нравятся клоны, то Привэ, мои любимые. Однажды женщина просто подошла ко мне и спросила, какие духи я ношу. Так что в плане народной любви эти духи топчик. Им немного недостает универсальности, поэтому они не попали в топ-10, а по цене можно найти очень хорошее предложение, особенно на скидках. Далее в нашем списке Versace's Dylan Blue. Многие мужчины считают, что это, пожалуй, самые универсальные духи на рынке. Некоторые даже говорят, что если бы им пришлось выбрать один аромат до конца дней, то это был бы он. Хотя я считаю, что он устареет. Поэтому я не разместил его так высоко в списке, как мог бы. Их можно найти по хорошей цене, они универсальны, нравятся людям. Поэтому они находятся в этом списке. На шестнадцатом месте частый гость во многих моих чартах это Dolce & Gabbana The One. Я держу EDT, но мне больше нравится парфюм. Он будет более сильным, но это отличные осенне-зимние духи. Не на весь год, но если вы хотите приблизиться к женщине, чтобы она растаяла, то это те самые духи. Я не поставил их выше в нашем списке, потому что они дороговаты. Да, можно поискать на скидках, но если покупать у ритейлера, то это может быть больно. Не самые дешевые духи. Итак, на пятнадцатом месте у нас Prada Om. Это цветочный аромат, но не слишком приторный. Они супер универсальные. Могу признаться, что это не мои любимчики. Я их разместил так высоко в списке, потому что они могут быть дорогими, но очень многие люди поют восхвалительные оды этим духам. Так что если вы будете проходить мимо дьюти-фри магазина, то можете их попробовать. Это самые продаваемые духи Prada, но они не в моем вкусе, потому что я не очень люблю цветочные ароматы, но вы точно можете их рассматривать. Далее среди бестселлеров самые продаваемые духи от Polo это Red. Они относительно новые духи, всего лет 7, как они появились. Это сладкие, очень приятные духи, которые нравятся людям. Поэтому они и самые продаваемые. Возможно, Green получше, но вот этих продается больше. Blue и Black тоже классные, но именно Red продаются лучше, потому что они сладкие. И если вам нравятся универсальные духи, которые понравятся людям, то можете смело пробовать Polo Red. Главное, не покупайте у ритейлеров. Их можно найти на скидках. Далее в списке у нас Dolce & Gabbana Light Blue. Это цитрусовый аромат. Он слегка пряный, в нем большое разнообразие цитрусовых нот. Они пахнут очень ясно и свежо. Они универсальны. Можно надеть в офис или на свидание. Не самые мои любимые. Не знаю, для меня они не очень годятся. Но я видел, как о них отзываются, поэтому я хотел вам их показать. Но я не разместил их в топ-10, но это отличные духи от дома Dolce & Gabbana. На двенадцатом месте Aqua Digio от Hermione. По продажам он, без сомнений, в топ-10. И он держится в этом топе последние 20 лет. Считается, что это самые лучшие духи Альберта Морильюса. Это идеальные летние духи. Что ж, цена на них намного выше, чем цена других ароматов, которые попали выше в моем списке. И я считаю, что эти духи видели и лучшие дни. Существует куда больше прекрасных вариантов. Но если вы ищете акватики, которые бы не причиняли неудобств окружающим, очень универсальны. Зимой в них, конечно, не походишь. Они дороговаты, поэтому не входят в топ-10. Но это стабильно классическое произведение искусства. Далее в списке у нас Mont Blanc's Legend. Если вы знаете такие духи, как Fears от Abercrombie, которые стали легендой 90-х, то эти духи более приглушенная версия. Если поискать, то их можно найти по отличной цене. Это действительно уникальный аромат, который нравится людям. Действительно красивые духи, поэтому они попали так высоко в моем списке. Пожалуй, не самые дешевые духи, но я считаю, что их можно добавить в свой арсенал, если вы только начинаете. Так что да, они сегодня в нашем списке. Итак, перед тем, как перейти к топ-10, я бы хотел рассказать про Club The Newt Intense Men. Они входят в топ-10 продаваемых духов в мире, но я решил не вносить их в список, потому что это клон Creed Aventus. По правде говоря, это потрясающий клон Creed Aventus. Наверное, поэтому они и стали одними самых продаваемых духов в мире. Всего одна десятая от стоимости Creed, которые пахнут очень схожи. Некоторые скажут, что есть разница, но лично я не могу сказать, что вижу ее. Итак, на десятом месте духи, о которых я часто говорил ранее, это Barbarie Touch. Они невероятно универсальные. Мускус, вот что их выделяет. Они подходят для всех четырех сезонов. В них есть бобы тонко. В целом, очень приятные оттенки. Это настоящие рабочие духи, поэтому они в топ-10. На девятом месте Coach for Men EDT. Их легко можно было поместить и выше, и ниже. Я долго думал, мне очень нравятся эти духи. Они настоящие народные любимчики. Не могу сказать, что это универсальные духи. Они очень похожи на Jimmy Chumen. Особенно версия Intense. Они просто чуть более фруктовые и слаще, чем Barbarie Touch. Одни из моих любимых. На восьмом месте Issei Miyake Leodisei Pur Om. Эти духи уже существуют, наверное, лет 30. Что интересного в этих духах? Каждый год они выпускают по клону. Но оригинальный аромат, его сложно превзойти. Это сильный цитрусовый аромат. Многие цитрусовые ароматы быстро умирают. Эти? Нет. Они держатся до восьми часов. Так что они долгоиграющие. Так что это отличное предложение, учитывая, что они так долго времени уже на рынке, и они не такие популярные, поэтому они так высоко в нашем списке. На седьмом месте Notica Voyage. Эти духи реально удивляют людей, потому что они такие дешевые. Серьезно, до 20 долларов. И если вы только в самом начале, то вам подойдут те духи, которые можно легко найти и попробовать, которые прослужат вам долгое время и принесут вам комплименты. Но Notica Voyage те самые духи. Это отличные духи со свежим ароматом, и они очень дешевые, поэтому они так высоко в моем списке. На шестом месте у нас Azaras Chrome. Они уже на рынке примерно 25 лет и до сих пор получают отличные отзывы. Некоторые скажут, что они слишком синтетические, другие скажут, что именно поэтому они им нравятся. Они отлично подойдут для всех сезонов. Это ароматик с цитрусами. В нем есть специи и цветы. Очень многим они нравятся, поэтому они на шестом месте. Хорошо, парни, мы добрылись до топ-5. Все эти духи, о которых я говорю, шикарны, несмотря на то, что кто-то скажет, что они уже изжили свое. Итак, Versace Eros. Частый гость во многих чартах. Но если сравнить, сколько вы получаете за его стоимость и универсальность, то эти духи сложно переплюнуть. Не скажу, что это хорошие офисные духи, но если грамотно ими пользоваться, то подойдут. Если хотите, чтобы шлейф был сильнее, то просто нанесите немного больше. Они также держатся долгое время. Если вы разбираетесь в духах, то вы их узнаете, потому что это самые узнаваемые духи. Но я по-прежнему считаю, что если вы только начинаете свой путь в мир ароматов, то это отличные духи, чтобы попробовать. Их можно найти по очень приятной цене. Если вы путешествуете, то пройдите мимо Дьюти Фри и попробуйте их. Они так высоко в моем списке за то, что этот аромат есть везде. Это надежные, хорошие духи. На четвертом месте Дэвид Ф Кул Уотер. Это икона. Эти духи сложно переплюнуть. Замечательный аромат океана. Многим они напоминают Green Irish Tweed. Я просто скажу, что это отличные духи, которые являются самыми продаваемыми уже десятилетия. И на это есть свои причины. У них хороший шлейф, они сильные и дешевые. Если вы только начинаете и ищите отличные летние духи и не хотите тратить много денег, то это духи для вас. На третьем месте у меня Азарас Вонтед. У меня также есть Вонтед Бай Найт. Это клон, который мне нравится даже больше, чем оригинал. Но я разместил их так высоко в списке для ребят, которые только начинают свой путь. Их можно найти по очень вменяемой цене. И это действительно хорошие духи. Они принесут вам комплименты. Они универсальные. Да, лучше подойдут для casual ситуации. Но их по-прежнему можно надеть и в офис, если не переусердствовать. Так что да, очень хорошие духи. И бутылка. Для многих она станет причиной для покупки. Она действительно очень круто выглядит. Верьте или нет, но внешний вид влияет на выбор, когда ты только начинаешь. Тебе хочется, чтобы это красиво выглядело на полочке, чтобы аромат был крутыми по доступной цене. Эти духи соответствуют. На втором месте у меня Lacoste L1212. Это очень легкие духи. Что мне в них нравится. Они весьма недорогие. И они практически незаметны. Вам будут говорить комплименты. Люди будут слышать их аромат. Если вы только начинаете вникать в тему духов, то это надежный выбор. Наверное, для зимы они не годятся. Но мне нравится, что их ароматом вы не будете никого напрягать, если вдруг переусердствуете с количеством. Поэтому я разместил их так высоко. Очень легкий и приятный аромат. Барабанная дробь, что же на первом месте. И вот они. Versace Man O'Fresh. Они соответствуют всему. Универсальности, комплименты, недоступной цене. Сложно их перебить? Вы можете поспорить, и мне было бы даже интересно услышать в комментариях. Даже если вы потеряете контроль над собой, какие духи должны были оказаться на первом месте. Только помните, что у нас есть критерии выбора. И это для популярных ароматов, а не нишевые духи. Я не говорил про свои любимые духи, которые не вошли в топ 25. Суть в том, что есть ограничения. Так что пишите в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!